Королевские ворота, Королевская улица, конечно же, это все взаимосвязано. И здесь были доходные дома, и эти доходные дома славились прилежными и добросовестными, богатыми съемщиками. Королевские ворота, одни из восьми городских ворот, которые сохранились на сегодняшнее время. Они окаймляли город Кёнигсберг, в свое время Литовский вал также шел дальше. До сегодняшнего Московского проспекта там также сохранились Закхаймские ворота. Ну давайте вернемся к Королевским воротам, по краям. То есть в центре у нас находится, где надпись Королевские ворота, там сами ворота находились, через которые заезжали различные транспортные средства, как я понимаю, кареты. Что удивительно, трамваи как раз таки не ездили через эти ворота, и они огибали справа и слева данные ворота. Соответственно, от самих ворот находятся слева и справа казематы, в которых располагались солдаты над казематами и над самими воротами. Башенки с зубцами такие. И три портала с тремя горельефами. Короля Чехии Атакара, короля Пруссии Фридриха I и герцога Пруссии Альбрихта I. Под этими фигурами находятся родовые гербы этих персонажей. И над ними находятся гербы прусских земель Замланда и Натанги. Это как раз таки была Кёнигстрасса, Королевская улица. Она выводила напрямую Королевским воротам. Можно видеть вдалеке Королевские ворота. И вот как раз таки по Королевской улице ходили трамвайчики. Через эти ворота по Кранц-аллее можно было добираться в Кранск, сегодняшний Зеленоградск, либо, соответственно, в сторону Мемеля, где-то располагалась резиденция прусских королей. За воротами начинается проспект Юрия Гагарина. Это раньше в нацистское время улица называлась улица Геринга. И, соответственно, по ней также ходил трамвай. Но вот здесь сегодня заканчиваются трамвайные пути. И они шли туда дальше по Гагарина. Кстати, уже начинается пробка. В советское время трамвайные пути шли вот туда вдаль-даль-даль. Можно видеть по такому углублению. Сегодня, к сожалению, здесь ничего нету, да? На самом деле улицу Фрунзе таким образом можно расширить, честно говоря. То есть вот, ну, некоторые территории до сих пор еще не облагорожены. Что удивительно, на самом деле, то есть улица немного под углом идет Королевским воротом. То есть не перпендикулярно. Оригинальное расположение улицы соответствует давней Королевской улице, как она называлась. Ничего не изменилось. Это можно сделать такие выводы, исходя из здания, которое сложено с правой стороны, из красного кирпича. Это здание пожарной охраны. Подходим сейчас к Королевской улице и к дому бывшей пожарной части. На переходах осталась как раз-таки брусчатка еще старых времен, еще с Королевской улицы. Вот так вот выглядело здание пожарной части. Сегодня там находится библиотека для слепых. И некоторые помещения сдаются. Например, справа, под аркой, можно видеть рекламу янтарного магазина. Там проводят бесплатную экскурсию для всех желающих. Вот, очень такой интересный магазин. Они сами производят янтарные украшения различные. И у них имеется договор заключенный с янтарным комбинатом. И они напрямую получают янтарь. И после этот необработанный янтарь превращают в интересные украшения. Натуральные виды янтаря, которые относятся к более редким. Тот янтарь, который имеет, как я у вас изначально обратил внимание, белые какие-либо вкрапления, белые полоски, белые оттенки. Это королевский вид янтаря. В нем максимальное содержание янтарной кислоты. И он в природе встречается в более меньших количествах, нежели прозрачный янтарь. Прозрачный янтарь при обработке янтаря, прокраски янтаря, это прозрачный янтарь прокрашивается специальной краской и получается такой красивый оттенок. То есть, на самом деле, это прозрачный янтарь. Постепенно будете поднимать там каждые 10 минут на градусов 10-15, янтарь будет воскисляться. То есть, он сначала превратится в такой чайный цвет, потом он превратится в коньячный цвет, потом он превратится в тишнюю. Это процесс окисления. То есть, если снять виду янтаря на полировочном станке, там, миллиметр-два, он превратится опять в прозрачный янтарь. Директор этого магазина рассказывал про различные способы обработки янтаря, затем, как борются с незаконной добычей янтаря и тому подобное. Интересное такое старое здание, и вот как раз-таки оно упиралось. В Королевские ворота, как раз-таки вот здесь ходили когда-то трамваи. После войны горельефы различных королей и герцогов, которые находятся на Королевских воротах, они пострадали, они были без голов, и для восстановления вот этой красоты, прусской красоты, потребовалось в 2004 году 50 миллионов рублей. В 2015 году проходила реконструкция, потратили полтора миллиона рублей, ну, тоже немаленькая сумма, то есть русские красоты стоят немалых денег. Подходим к улице Григо, там у нас сохранилась еще брусчатка, и вот по улице Григо также ходили электрические трамваи. Имеется старая фотография, где на пересечении Королевской улицы и улицы Григо стоит трамвай. Вот на этом месте, и сегодня по улице Григо вообще не осталось никаких следов того, что когда-то там были трамвайные пути. По бордюрам массивным, скорее всего, она так и сохранила свою ширину. Имеется также старое здание, я думаю, что это был также доходный дом какой-то. Рядушком построили такую вот многоэтажку, которая, конечно, за года облезла, и балконы не подкрашиваются. В этом здании сегодня находится, которое я сейчас показываю, Ленинградская территориальная избирательная комиссия города Калининграда. Улица как раз-таки вела к замку, к Кенигсбергскому замку. По этой улице ничего не сохранилось. Здесь сегодня разбили парк, ничего не восстанавливали, и буквально в метрах 100-150 расположили многоэтажки. Трамвай проходил по сегодняшнему парку. Очередное здание, которое находилось на Королевской улице, по стилистике напоминает здание пожарной охраны. Это может быть немножко более помпезное, так сказать. В сети я нашел фотографии. Как раз-таки трамвай номер 4 здесь проходит. Там еще такая на трамвай номер 4 разная реклама 90-х годов. Здание можно видеть из красного кирпича на этих фотографиях. И вот трамвай номер 4 так вот и шел до улицы 9 апреля. У здания бывшей кроис аптеки в 4 этажа. На последних этажах находились квартиры съемные. Снизу находились магазины, как это типично у немцев. Дома возводились таким образом, чтобы снизу были магазины. Почему данное здание называлось кроиц аптекой? Потому что оно находилось на пересечении Королевской улицы и переулка Любенихта. Одно время аптека принадлежала известному фармацевту, доктору наук Адольфу Петренецу. Я уже говорил по поводу то, что центр Роттердама выстраивали совершенно в новом стиле. С одной стороны, я могу это объяснить западным менталитетом, который не стремится к воссозданию чего-то старого. Как известно, Кёнигсберг не всегда принадлежал Российской империи. Он всего в 4 года при Елизавете относился к Российской империи. Поэтому это совершенно другая история, другой менталитет. Гнаться за тем, чтобы восстанавливать по подобию, это, конечно, выйдет городу в большие деньги. Поэтому смысла, конечно, в этом, наверное, нет. И тут как раз таки трамвай по Королевской улице от Королевских ворот шел до Королевского замка. И далее трамвай шел до Академии искусств за районом Амалинау. Что удивительно, вот здесь на пересечении сегодня Фрунзе и 9 апреля находилась Академия искусств. Еще одна. То есть это вот в центре города. Она, конечно, не сохранилась. И сегодня там находится магазин Виктория. Улица 9 апреля. И она сейчас идет до площади Василевского. По ней также идут трамваи. По старым фотографиям трамвайные пути немного шли как-то там иначе. Попробуем разобраться в этом, сравнивая со старыми фотографиями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!